Вопрос. Моя жена страдает от пониженного артериального давления, и это делает ее слабой и неспособной поститься. Если она начинает поститься, то это очень сильно ослабляет ее, и дело доходит до того, что она теряет сознание. Что ей следует сделать для того, чтобы возместить дни поста? Может ли она выделить деньги, чтобы накормить бедняков? И если это дозволено, разрешено ли ей отдать эти деньги в исламскую благотворительную организацию, которая занимается раздачей продовольствия и оказанием помощи жителям исламских стран, которые страдают от войн. Она живет в одной из передовых стран мира, и бедные среди них считаются богатым и здоровым по сравнению с теми, кто живет в этих исламских странах. Ответ. Хвала Аллаху. Первое. Если эта болезнь непостоянная, есть вероятность, что она вылечится от нее. В этом случае необходимо ждать, пока она не вылечится, и возместить те дни, которые она не постилась. Но если эта болезнь постоянная и нет надежды на выздоровление, то она не обязана возмещать дни поста. Вместо этого за каждый день Рамадана она обязана накормить бедняка. Шейху лислям ибн Таймия, рахматуллахи алей, был спрошен о мужчине, который терял сознание каждый раз, когда начинал соблюдать пост. Он ответил, если из-за поста у него появляется подобная болезнь, то ему не следует поститься и возмещать в другое время. Если же это происходит с ним в любое время, когда он начинает поститься, то он считается неспособным поститься, и поэтому ему следует накормить бедняка за каждый день поста. Аллах уже известно лучше. Шейх ибн Русеймин, да смилуется над ним Аллах, сказал, «Если человек не способен поститься, то он не обязан держать пост, так как Всевышний сказал, а если кто болен или находится в пути, то пусть поститься столько же дней в другое время». Однако после изучения этого вопроса становится ясно, что неспособность поститься делится на два вида – временная неспособность и постоянная неспособность. Временная неспособность – это та, которая может прекратиться. Это та, о которой упомянута в аяте. Тому, у кого подобная неспособность, следует подождать, пока она не исчезнет, а после этого возместить пост, так как сказано, то пусть поститься столько же дней в другое время. Постоянная неспособность – та, на прекращение которой нет надежды. Такому человеку необходимо вместо каждого дня поста кормить бедняка. Второе. В качестве искупления – кафара – за каждый пропущенный день необходимо накормить одного бедняка. Для этого необходимо накормить его половиной саа наиболее распространенной пищей в этом регионе, что примерно соответствует полутора килограммам. В первом сборнике фетв постоянного комитета сказано, «Для того, чтобы выплатить фидью – милостыне искупления, тебе достаточно накормить по одному бедняку за каждый пропущенный день поста. Для этого нужно накормить его половиной саа, то есть около полутора килограммов риса или пшеницы или других видов пищи, которые употребляют в вашей стране. Третье. Кормить нужно бедняка, у которого нет достаточного пропитания. Если в вашей стране нет подобных бедняков, то можно доверить кому-то, кто раздаст эту еду от имени вашей жены в стране, где есть неимущие. Аллах велит нам делать то, что нам под силу. Если в другой стране нищета и жители ее остро и больше нуждаются в помощи, чем те, кто в вашей стране, тогда дозволено отправить туда кафара и другие виды милостыни. Для более подробного ознакомления с этим вопросом смотрите ответы номер 4347 и 43146. Аллаху ведомо лучше. Субтитры создавал DimaTorzok